Здравствуйте, меня зовут Кристина и я рада приветствовать вас на канале Будни Питунщика. Тема сегодняшнего выпуска – как вырастить редис в искусственных условиях. Независимо от того, что вы сеете, грунт должен быть рыхлым, питательным и влагоемким. Для этого я делаю смесь универсального грунта теравита с нейтральным значением pH и перлита с вермикулитом. Крупные включения, такие как кора, кокосовое волокно, корешки убираю. Для посева я буду использовать кассеты, чтобы каждая редисонька находилась в своей ячейке. Перед посевом проливаю грунт обычной, отстойной водопроводной водой комнатной температуры. Старайтесь выбрать семинары неспелого редиса, устойчивого к цветению, засухе и к недостатку солнечного света. Самым важным моментом в данном случае является освещение. Мой редис растет под светодиодными прожекторами мощностью 30 Вт, с температурой света 6500 К. На полке длиной 2,5 метра и шириной 60 см расположено 5 светодиодных прожекторов. Таким образом, удельная мощность света на квадратный метр составила 100 Вт. Весной, когда солнышко более активное и светит ярче, а долгота дня больше, чем зимой, можно попробовать вырастить редис на подоконнике. Однако, вы должны понимать, что если редис будет вытягиваться, а корнеплод не будет завязываться, вам будет необходимо установить дополнительный источник освещения. Спасибо за внимание и до новых встреч!